огромный привет всем тем кто меня смотрит и сегодня наконец-то решилась на то чтобы записать видео про уход за кожей лица и рассказать какими баночками с кряночками и прочими вещами я пользуюсь выходит за лицом но складировавшие это все огромное количество себе на столик и начав записывать видео я все-таки поняла что скорее всего как обычно я не вмещу всю информацию в одно в один видеоролик поэтому буду развивать его на части и скорее всего будет несколько выпусков вы просили я снимаю я хочу рассказать про ту косметическую продукцию которые пользуются в данный момент который я пользовалась до этого есть некоторые палочки которые у меня уже по заканчивались но я их не выбрасывала чтобы поделиться своими впечатлениями сравнить с тем что сейчас есть и в целом посоветовать вам что то что мне нравится возможно и вам эта продукция тоже понравится если можно условно разделить косметическую продукцию на несколько категорий то это безусловно будет очищение тонизирование увлажнение питания давайте я сейчас начну с косметики по очищению лица какими же продуктами я в данный момент пользуюсь или пользовалась это безусловно любимая мицеллярная водичка от гарнир я уже ее покупаю не знаю 1 5 и могу сказать что она мне очень нравится если у вас макияж не очень сильный если это обычный дневной макияж она отлично с этим делом всем справляется при этом она не очень дорого стоит сейчас ее даже вот по акциям по разным продают и она имеет большой объем 400 миллилитров достаточно приятная не остается какой-то липкости на лице в то же время она подходит для мне кажется для любого типа кожи это то есть склонна к жирности или склонна к сухости у меня лицо больше склонна к сухости особенно в зимний период но при этом она эта мицеллярная вода его не пересушивает я очень ее люблю и могу однозначно вам посоветовать но если вы пользуетесь водостойкой тушью или очень сильной подводкой которая плохо смывается или в целом у вас какой-то яркий смоки айс вечерний макияж то она будет слабенько справляться и будет тяжело я в этих случаях сейчас стала пользоваться вот таким вот двухфазным средством от фирмы рор ему нужно вот так вот хорошенько взбалтывать и получается такая маслянистая консистенция это даже называется она правильно двухфазная эмульсия и могу сказать что она справляется вот с таким вот сильным макияжем очень круто то есть мне хватает нанести на один ватный диск этой эмульсии приложить буквально вот глазу подержать несколько секунд и макияж вообще смывается на ура и любая тушь любая подводка не нужно даже тереть глаз очень хорошо справляется при этом я вот не люблю немножечко всякие молочко когда они остаются на лице таким жирной такой пленкой то в случае с этой эмульсии никакой такой жирной пленки нет и даже есть какое-то ощущение увлажненности вот зоны вокруг глаз или если я протираю лицо там после тонального крема то мне она очень понравилась и я даже вот не знаю что я сейчас больше люблю ее или гарнир потому что каждая вот выполняет определенную свою функцию и делает это хорошо после очищения лица от макияжа идет умывание и очищение лица уже просто пенками или гелями для умывания я хочу поделиться с вами тем чем я пользовалась ранее и чем я пользуюсь сейчас начну с тем что я уже давно когда-то покупала это люмене это гель для умывания он очень мне нравился одно время такой апельсиновый какой-то аромат освежающий в то же время не пересушивал кожу как обычно бывает с гелями для умывания мне он в принципе нравился единственное я не очень люблю такой вот формат бутылочек когда нужно открывать выдавливать закрывать потом вот эта рука с этим гелем ты пытаешься закрыть все это вымазывается выскальзывает из рук мне удобнее когда это есть какой-то либо нажимной дозатор либо что-то такое а так в принципе вот эта вот серия для нормальной комбинированной кожи от люмене мне понравилось но опять же таки на любителя кто больше любит гель то могу посоветовать такой гель кто больше любит пенку то расскажу вам про те пенки которыми я пользовалась после этого дела одно время я пользовалась вот такой вот пенкой немецкой фирмы алкина и она мне безумно нравилась потому что у нее был невероятный аромат и она очень круто пенилась и пену она держала вот прям вот просто можно было руку переворачивать а пена оставалась хорошо очень очищала кожу даже я скажу что загрязнение типа вот черные точки на лице они тоже с ней уходили мне она однозначно нравилась единственная как-то она у меня быстро закончилась хотя мне казалось что она такая по весу тяжелая но как-то быстро она начала заканчиваться но посоветовать ее могу после нее я перешла на пенку опять же таки фирмы ruor и она у меня уже наверное недели две или три и я ей очень довольна вот она мне напоминает вот эту пенку и по аромату она очень крутая и по консистенции она пенку держит просто отлично могу сказать что ничем не уступает этой немецкой хотя это фирма чешская и в принципе если вот так вот судить между всеми умывалками которые у меня были то ей можно поставить твердую пятерку у меня она от кожи склонной к окне то есть проблемная хотя она у меня не не такая но я взяла эту серию потому что мне ее посоветовали и я не прогадала действительно классная пенка могу посоветовать ее и тем у кого кожа склонна к жирности и тем у кого кожа комбинированная или сухая однозначно продукт достойный внимания я уже как-то видео показывала что мне в подарок магазин на косметический который у которого я покупала керастаз масло для волос подарили вот такой вот лирен двойную очищающий витогель двойной актив комплекс я рассказывала что я потом нашла в магазине что-то достаточно бюджетный гель умывания и были у него как плюсы так и минусы но могу сказать что для своей ценовой категории он вполне неплохо справляется и для меня было важно чтобы на коже не возникло никаких раздражений чтобы нормально отреагировала кожа на вот это вот составы где написано масло манго и я могу сказать что в принципе неплохой вариант если вот так вот брать куда-то с собой в путешествие маленькая такая бутылочка положить умыться почему бы и нет конечно она уступает всем тем пенкам о котором я говорила ранее если ее ставить там по лестнице то она будет наверно на последних ступеньках но в то же время неплохой бюджетный вариант который я также в принципе могу вам порекомендовать идем дальше теперь переходим к очищению в виде тоников если говорить про меня я обычно как делаю я сначала смываю косметику с лица вот такими вот средствами которыми я показала затем умываясь пенками или гелями и если это летнее время особенно я пользуюсь тониками либо вот после вот этого вот умывания я закрываю порой тем самым либо пользуюсь тониками просто на протяжении дня когда мне нужно освежить лицо очистить его от каких-то загрязнений и я пользовалась своей жизнеразными тониками это и лореаль и гарнир и много-много всяких других в данный момент у меня лореалевский тоник бесконечная свежесть очищающий совершенствующий кожу удаляет загрязнения гипоаллергенный без парабенов и в принципе фирмы лореаль я довольна я не скажу что есть какие-то у нее прям супер минусы бывают такие продукты лореаль которые моей коже не подходят но вот этот вот тоник и двойная эмульсия для очищения макияжа мне достаточно неплохо подошли мне понравились в принципе вот таким вот тоником я довольна единственное у него не супер идеальный состав преимущество таких такого тоника в том что его просто легко найти на полках различных магазинов нашего города и если мне нужно нормальный тоник который мне в принципе по своей по своему воздействию на мое лицо подходит то я беру в основном такой тоник я в принципе им довольна до этого я также брала фирму рор на у меня уже этот тоник у меня уже закончился я уже о нем как-то и рассказывала писала отзыв однозначно очень классный по своему воздействию ничем не хуже лореаля или гарнир в своем скажем так исполнении он намного более интересный потому что состав него очень хороший он безалкогольный что очень важно потому что если в составе есть алкоголь то он конечно же сушит кожу здесь же алкоголя нет и кожу он абсолютно не сушит от просто и делает свежей и хорошо очень очищает я уже по-моему рассказывала о нем фаворитах косметики предыдущих выпусков поэтому долго останавливаться не буду просто вам порекомендую на этом я наверное первый выпуск буду заканчивать чтобы вас не утомить следующем выпуске обязательно расскажу про крем под глаза которым я сейчас пользуюсь крем для лица и возможно еще расскажу и про маски различные поэтому не забывайте подписываться на мой канал если вы еще не подписались если подписались то встретимся с вами в следующих выпусках до скорых встреч пока пока